Ну что же, завершилась у нас что где когда, четвертая игра в зимней серии. И на самом деле игра получилась достаточно яркой, причем в этот раз со стороны зрителей, которые задавали свои вопросы. Обычно яркую игру демонстрируют знатоки, а в этот раз именно вопросы были такие интересные. И не сказать, что совсем сложные, даже вот этот вопрос из 13 сектора, обычно там чушь какую-то спрашивают. И в этот раз показалось, что чушь, но правильный ответ конечно сразу поменял мнение о вообще актуальности данного сектора. Снова можно сказать, особенно в начале программы, Полину почти не показывали, но видимо специально, чтобы никто не отвлекался. Какая-то она сегодня была злая, недовольная, строгая, и начинала следить за залом, за вот этими подсказками, до того момента, как ведущий начинал читать свой вопрос. То есть она видимо вот так заранее, своими глазками прощупывала почву. Это было забавно. Что также интересно, в этот раз Альман Талебов, особенно в начале, в первую часть игры, действительно играл ярко. Взял сразу несколько вопросов, но к сожалению дальше дело совсем не пошло. Что касается последнего вопроса про гольф, до него конечно можно бы было догадаться, но он конечно сложный, потому что гольфом занимаются и в более экзотических местах. То есть это могло быть как одна из версий, но чтобы наверняка и точно сказать, когда у тебя из того, за что можно зацепиться, это Манхэттен, то здесь конечно сложно докрутить, что именно это гольф. Ну и к сожалению конечно драма не получилась. Хотелось увидеть решающий раунд, во время него всегда вот эта особенная атмосфера. Тем не менее будет приятно видеть через неделю команду Мухина. Интересно к тому времени пройдет ли вот этот обязательный карантин у Олеся и сможет ли он принять участие в игре. Но даже если нет, как мы видим, в прошлый раз команда и без него удачно справилась. Я вот даже не помню, они вообще играли когда-нибудь в финале года. Вот команда Балаши Косумова, можно сказать, там постоянно. А вот команда Олеся Мухина, что-то даже уже не вспомнить. Были ли они в финале года и были ли там вообще. Поэтому с этой стороны игра будет еще интересней. Самое главное, чтобы общая организация не подкачала. Субтитры сделал DimaTorzok